Вопиющие случаи жестокого обращения с животными не перестают пропадать из новостных сводок. Так, очередная новость вечером во вторник повергла в шок тверичан. В Залужском районе Твери волонтеры нашли выброшенную на помойку парализованную собаку. Сейчас ветеринары борются за жизнь животного, так как здоровье молодой собаки сильно запущено. А вот в поселке Сахарова жители оказались гораздо гуманнее. Там школьница этой зимой выкормила 26 бездомных щенков. О чудесных историях спасения расскажет наш корреспондент. Зима для бездомных животных – тяжелое время. Холода, отсутствие питания – отсюда прямая угроза жизни. Поэтому выбросить на улицу питомцев морозы – это верх цинизма и жестокости, уверены зоозащитники. Особенно, если он полностью обездвижен. Эти случаи, увы, не так уж и редкие. Такая очередная находка ждала волонтеров в Заволжском районе. Здесь, на улице Зинаида Тимофеевой, напротив дома номер 3, и днем 7 февраля волонтеры обнаружили щенка неизвестной породы. Он был обездвижен и лежал вот на этих остатках старого дивана. Собака оказалась парализована. У нее нет правого глаза, на животе и боках пролежни и гной. Видимо, хозяина не особо интересовала здоровье животного. А когда там устало совсем плохо, выбросил, наверное, смерть в мусорные контейнеры. Но пёс подавал признаки жизни. Зооволонтеры незамедлительно приняли решение забрать животное и везти в ветеринарную клинику. Очень позитивный малыш, очень. Знаете, несмотря на его состояние, он встречает, виляет хвостиком. От автоназии ветеринары отказались. У пса есть шанс на выздоровление, а значит, нужно помочь. Одна из частных клиник взялась лечить животное. Ветеринары предполагают, что пёс совсем молодой, ему около трёх лет. Но при этом состояние его крайне тяжёлое. Здесь целый букет и демодекозы проблемы с позвоночником. Он не ходит на задние лапы, не встаёт. Чувствительность есть, поэтому, возможно, всё-таки мы посмотрим уже в будущем, как он будет реагировать на терапию, возможно, даже пойдёт. У животного мочеспискание под себя. Здесь это, скорее всего, человеческий фактор. То есть человек, у которого жила эта собака, он просто смотрел, наблюдал за тем, как ухудшается состояние животного и ничего для этого не предпринимал. Большинство болячек, которые есть у животного, это можно было на ранних этапах довольно-таки быстро вылечить. Пса-ветеринары нарекли мультиком. Его ждёт долгое лечение, реабилитация и поиск нового дома. Как рассказали журналистам местные жители, они предполагают, что пса могла выбросить женщину, которую спиртные напитки интересуют гораздо больше, чем судьба питомца. Вообще, подобные действия нерадивых хозяев попадают под статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». Наказывается штрафом до 80 тысяч рублей, либо обязательными или исправительными работами, либо ограничением свободы до года. В данном случае вычислить лицо, совершившее преступление, шансы есть, изучив записи с камер видеонаблюдения, магазинов или опросив свидетелей. В отдел полиции поступило заявление, но комментировать ситуацию в пресс-службе ОМВД и без объяснения причин отказались. Одно точно понятно, что если бы не волонтеры, пёс, вероятнее всего, попросту бы замёрз. По словам врачей, на морозе он находился около суток. Собственно, добрые руки юной жительницы посёлка Сахарова, 12-летней Екатерины, спасли от верной гибели бездомных щенков. Школьница выкормила их, родившихся этой зимой, под железными гаражами на окраине посёлка. Сначала было найдено 20 щенков, потом, когда их кормили, вылезли ещё 6. То есть всего было 26 щенков. Здесь два потомства, двух собак, которые перестали их кормить. Все они теснились под гаражом, куда пришлось стелить сено и матрасы, которые принесли волонтёры. Мы сделали небольшой подкоп, то есть я смогла залезть под этот гараж полностью. Я залазила под гараж и подстелила сено. Днём и вечером ходила их кормить, на ночь ходила поздно кормить в 11, чтобы они не замёрзли. Варили им каши, помогали волонтёры, помогали люди. Щенки требуют внимания, их нужно кормить, некоторых лечить от энтерита. До нескольких удалось даже пристроить. Сейчас ищут дом 15 щенков. Они находятся временно на передержке в соседней деревне у неравнодушных жителей. Все, кто ищет себе хвостатого друга или верного охранника, могут связаться с волонтёрами и познакомиться лично с малышами. Но лучше надёжнее взвесить все за и против. Всё-таки приручать гораздо сложнее, чем бросать. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...